Саудовская Аравия Саудовская Аравия Саудовская Аравия Саудовская Аравия Саудовская Аравия Саудовская Аравия Убеждена за атаками На ее нефтяные объекты Стоит Иран А Владимир Путин призывает Не делать поспешных выводов В отношении своего союзника Пока что самым успешным Оказывается экономическое сотрудничество Особенно в сфере энергетики На деловом форуме Который дополняет политическую часть визита Российский министр энергетики Похвалил старые и анонсировал Новые соглашения Очень успешное соглашение Которое позволяет нам вместе Достигать цели По балансировке ситуации на рынке На переговорах с королем Саудовской Аравии Салманом Владимир Путин вспомнил Его приезд в Москву Два года назад И поблагодарил за помощь В улучшении отношений Ценим ваш личный вклад Ваше Величество В продвижение Многопланового Российско-Саудовского взаимодействия Результативным стал Ваш первый в истории визит В Россию в октябре 2017 года Достигнуты тогда договоренности Успешно реализуются Укрепляется торгово-экономическое сотрудничество В прошлом году товарооборот Увеличился на 15% Также в программе Владимира Путина Встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммином бен Салманом Отношения с ним Путин характеризовал как добрые На них не повлияло то Что именно принца Называли причастным К убийству журналиста И диссидента Джамале Хашоги После завершения Официальной программы Российский президент Проведет ночь в Эр-Еяде И утром продолжит Ближневосточный визит Следующий пункт Абудаби Артем Филатов Антон Сухоруков РТВА Курды официально Объявили о том Что ведут переговоры С правительством Асада То есть Вчерашние друзья Америки Попросили помощи У врага США Президента Сирии Асад со своей стороны Распорядился О переброске Правительственных войск На север страны Для Цитата Противостояния Турецкой агрессии Россия официально Не вмешивается В происходящее Вот что Дмитрий Песков Сказал сегодня О возможном российском участии Мы даже не хотели бы Думать о таком варианте Сергей Морозов Продолжить тему Да, короче Курды Ворот Отсюда И выходить И говорят Говорите Куда хотите Мы же хотели Выкидывать Да, половина сбежали Селиться Иракцы там Им есть куда бежать И не знают Куда ехать Мы не понимаем Куда они поехали Сейчас ночью Пакистанки уехали Потом еще кто-то Уехали Короче Лагерь При главе Чеченской республики И уже давно Занимается возвращением Пленниц ИГИЛ На родину Судя по всему Из тюрем На севере Сирии Разбежались Бывшие бойцы ИГИЛ Бежали Самые фанатичные Женщины И теперь Те страны Которые не хотели Принять своих Пленниц Домой Могут встретиться С ними Уже совсем При других Обстоятельствах Откровенно Вчера еще Они ушли И непонятно Куда Их звали Через громкоговоритель Кто хочет Выбить Выходите Мы вам поможем Наши братья Помогут Там так далее Часть женщин С ними Ушли А что это были За люди С громкоговорителями Ну они подозревают Что это Какие-то Представители Вот этих Террористических Какие-то Организации Точно Они сами Не знали Но они знали Что они военные Что они могут Как-то их Увести И именно Опять Закинуть В это Пекло Куда они Абсолютно Не хотели Это со слов Женщин А это могли быть Люди Которые бежали Из других Лагерей Просто Откуда они Там взялись По идее Что там Должно было Быть вообще Ну Скорее всего Они Из Тюрем Там же Мужчины Находились В каких-то Тюрьмах Это кабания Насколько Была информация Ну В любом случае Именно В камышлах Содержались И мужчины Ситуация Меняется Каждый час В 10 километрах От лагеря Айн-Ис Состояли Протурецкие силы Туда же Шли Войска Асада Лагерь Может просто Оказаться Под перекрестным Огнем У нас Дети Здесь Военное Положение Что нам Делать Почему так Тяжело Нас Забрать Отсюда Турки Вообще Нет Здесь Недалеко Их Нет Здесь Бои Приостановлены И наступает Асад На эти Земли Наступление Турции Развивается Так быстро Что Отвод сил США Уже Напоминает Бегство Глава Пентагона Марк Эспер Заявил Вчера Что Американские Силы Покидают Не некоторые Посты На севере Вчера Стало Известно Что Курды Заключили Сделку С правительством Сирии Буквально За сутки Опрокинуты Все альянсы Которые Создавались Годами Силы Асада При поддержке Курдов Появились В городе Манбидж Это может Обернуться Большой кровью Потому что Претензии На этот город Обозначил Президент Турции Эрдоган Курды Хотят Сдать Армии Асада И город Кабани Прямо На границе С Турцией Асадовцы За последние сутки Брали города Как бы проводя Невидимую линию Дальше которой Турецкие силы Не должны пройти Хасака Тель Амис Аль Ярубия Турецкие отряды Двигаются Вглубь Сирии А в это время Силы правительства Пытаются взять Под контроль Линию границы Здесь тоже Могут развернуться Масштабные бои Уже были налеты На гражданский конвой Уже есть сообщение О том что Протурецкие силы Расстреливают Мирных граждан В этой ситуации Позиция США Выглядит Непоследовательный Трамп То грозит Стереть Турцию В порошок То дает приказ Отступать Перед турецким Наступлением И отказывается Обозначить Красные линии Которые Эрдоган Не должен пересечь Кажется все более Вероятным Что судьба Сирии Будет решена Без участия Соединенных Штатов Сергей Морозов РТВА Перенесемся в Россию Сегодня появилось Еще несколько фигурантов Так называемого Московского дела О митингах Против недопуска Кандидатов В Московскую Городскую Думу Следственный комитет Объявил о задержании Еще четверых Молодых людей Их обвиняют В насилии По отношению К полицейским Их ждет судебный процесс А вот в другом Резонансном деле Сегодня была Поставлена точка Московский Городской суд Оставил без изменения Приговор Константину Котову Которому ранее Дали 4 года За неоднократные Нарушения На акциях протеста А по факту За одиночные пикеты Не помогли Ни 12 адвокатов Ни общественный резонанс С подробностями Андрей Ежов Жалобу на 4-летний приговор Активисту Константину Котову Мосгорсуд рассматривал Куда обстоятельнее Нежели это обычно бывает С эпиляциями По таким делам Вопреки обыкновению Заседание продлилось Весь день Судья согласилась Повторно допросить Свидетелей Даже посмотреть То самое Видео задержания Котова В центре Москвы Именно эту запись Судья предыдущей инстанции Который отправил Активиста в колонию Отказался рассматривать В качестве доказательства Его невиновности Интересы Константина Котовой Сегодня представляли Сразу 12 адвокатов Им оппонировал Один единственный прокурор Юристам удалось Приобщить к рассмотрению Сразу несколько документов Включая письмо Священнослужителей И выводы Президентского совета По правам человека Основной довод защитников Мирный выход На улицу Пускай даже неоднократный Не создает состава Уголовного преступления Однако аргументы Все эти суд не убедили И приговор Четыре года колонии Судья Нина Шарапова Оставила без изменений Мы безусловно Просчитывали это Как один из вариантов Мы не впадаем в уныние Мы не бьемся в истерике Мы понимаем Что мы имеем дело К сожалению С очень серьезным противником В виде разложившейся Судебной системы Но я считаю Что у нас достаточно будет сил Идти дальше 34-летний программист Из Москвы Константин Котов Стал вторым осужденным По так называемой Дадинской статье Российского уголовного кодекса Она предусматривает Реальный тюремный срок За несколько задержаний На несогласованных митингах И уличных акциях Активист Эльдар Дадин Первым получивший Три года колонии По этой статье Смог в итоге добиться Отмены приговора Верховным судом Если гражданское общество Не остановит это Ну в принципе Я не вижу ничто Чтобы остановило В принципе Уровень репрессий С сравнимым Со сталинским репрессием Поддержать Константина Котова Который выступал На заседании По видеосвязи Из следственного изолятора Пришла сегодня Значительная группа Сочувствующих Десятки людей Возле Мосгорсуда Даже прошла серия Одиночных пикетов В стороне от происходящего Не остались и Бывшие фигуранты Московского дела О так называемых Массовых беспорядках Сегодня кстати Следственный комитет России Объявил о новых Задержанных по этому делу Стоит понимать Что это скорее всего То же самое Что было с нами Мы точно так же Были задержаны в один день И в один день Были отпущены На мой взгляд Задержания сделаны Просто для того Чтобы в дальнейшем Стравить Вот это народное Недовольство Адвокаты же Константина Котова Само собой Не намерены Оставлять это дело Следить за ходом Новых обжалований Намерены и в Совете По правам человека За этим судом Есть Верховный суд Есть Европейский суд По правам человека Тут хочется сказать Есть и Божий суд На перстнике разврата Но это уже Не процессуальная стадия Хотя они тоже Полезно на самом деле Помнить Ну и еще одна деталь Сегодняшнего дня В Мосгорсуде Уже после заседания На улице Некая дама На кроссовере Намеренно переехала Стоявшую на асфальте Сумку одного из Участников группы поддержки После безуспешной Попытки уехать Она скрылась По неподтвержденным данным Это была судья Анастасия Трубникова На место вызвали Сотрудников дорожной полиции Однако найти Предполагаемую Судью Так и не удалось Андрей Ижов И Андрей Воробьев Телекомпания РТВА Россия Москва Десятки тысяч людей Вышли сегодня На улицы Киева В день защитника Украины Марш в центре Украинской столицы Был протестным Митингующие выступили Против формулы Штайнбайера То есть разведение войск И проведение выборов В Донбассе За событиями Следит наш корреспондент В Киеве Антон Полищук Многотысячные колонны Националистов Движутся по центру Киева Главные лозунги Бандера наш герой И нет капитуляции Главное требование Не допустить реализации Так называемой Формулы Штайнмайера Которая определяет Порядок проведения Выборов в Донбассе И присвоение Этой территории Особого статуса Участники акции Убеждены Что план Штайнмайера Лишит Киев Контроля над Донбассом Бандера наш герой Бандера наш герой Мы против предательства Интересов Украины Мы против Не сдавать землю Не отводить войска Мы за каждый кусок земли Кровь проливали Это наша история И наша культура В начале 90-х Нас милиция сюда не пропускала На марши По 30-50 человек приходило А теперь Тысячные марши В этом году Шествие разделилось На несколько колонн Первыми на Майдан Отправились Свобода И правый сектор А национальный корпус Который считают Под контролем МВД Двинулся спустя час Замкнули колонну Сторонники Экс-президента Порошенко На площади независимости И у офиса президента Вечером запланировано вече Практически весь центр Киева Сегодня перекрыт Массовые акции запланированы До позднего вечера По всему городу Правоохранители Опасаются провокаций Потому меры безопасности Усилены в правительственном И дипломатическом кварталах А президент Владимир Зеленский Призвал украинцев Не терять благоразумие И соблюдать общественный порядок Для украинской власти Сегодня важный день Руководители силовых ведомств И сотрудники офиса президента Могут оценить возможности Своих оппонентов И дать ответ на вопрос Сколько людей способны Мобилизовать Националисты И сторонники Петра Порошенко И эта картина Для Владимира Зеленского Не то чтобы безоблачно Впрочем, социологи говорят Уровень поддержки Избранного главы государства Остается рекордный Никогда еще ни один президент Украины после выборов Не имел 70% доверия граждан Никогда еще люди не были настроены Так оптимистично Сегодня Зеленский отправился В зону боевых действий Подальше от акций и протестов Встретился с военными Сказал нужные слова Несмотря на то, что Киев давно не видел Столь массовых шествий националистов Президент пока может чувствовать себя Спокойно Единственное, что должен сказать И президент, и каждый украинец Просто спасибо бойцам вооруженных сил Я просто дякую Антон Полищук Александр Кулибаба Артевяй Киев Королева Великобритании Елизавета Вторая Выступила перед парламентом С тронной речью Главной темой которой Стал Брэкзит Говоря о планах кабинета министров Королева подчеркнула Что Британия Намерена покинуть ЕС 31 октября И что правительство Будет работать над новыми Партнерскими отношениями С Евросоюзом О том, какие еще заявления Прозвучали в 65-й тронной речи Королевы Елена Светикова Пока весь мир Силится пересесть на электромобили Королева по-прежнему Предпочитает гужевой транспорт Золоченая карета В барочном стиле Запряженная шестью скокунами В сопровождении конных гвардейцев Выезжает из Букингемского дворца И направляется в сторону Вестминстера Кадры королевской парковки Похожи на съемки исторической драмы Все не меняется столетиями и внутри Королева в красной манте Оказывается в красной палате лордов В зеленую палату общин Вход монарху запрещен Здесь ее ждет специальный трон Расположившись, королева произносит Милорды, садитесь, помолясь Фраза, с которой начинается Всякая тронная речь В случае с Елизаветой Второй Это происходит в 65-й раз Следующий акт распланированного По секундам действия Появления депутатов из палаты общин Во главе с премьер-министром Чья нескрываемая улыбка Контрастирует с серьезными лицами остальных Милорды и члены палаты общин Приоритетной задачей моего правительства Всегда было обеспечение выхода Из Соединенного Королевства До 31 октября Наше правительство намерено работать Над налаживанием нового партнерства С Европейским Союзом На основе свободной торговли И дружественного сотрудничества На этих словах волшебство заканчивается Оказываемся в октябре 2019-го А говорит с нами на самом деле Борис Джонсон Так же как и царство они правят И Елизавета Вторая Зачитывает речи, которые не пишет За нее это делает премьер-министр После того, как Соединенное Королевство Покинет Европейский Союз Мое правительство сделает все необходимое Чтобы страна продолжила играть Ведущую роль в международных делах Защищая свои интересы И насаждая свои ценности Из уст Елизаветы Второй Звучит программа действий правительства После выхода страны из ЕС А она, со слов королевы Сделает это во что бы то ни стало И когда, а не если это состоится Британии предстоит принять 22 новых законопроекта Мои министры разработают Новые режимы для рыболовной отрасли Сельского хозяйства и торговли Используя все возникшие В связи с выходом страны Из состава Европейского Союза возможности Помимо всего этого Страна гарантирует европейцам Живущим в Соединенном Королевстве Равные права с британцами Меры безопасности будут усилены А наказания за тяжкие преступления Ужесточены, повторяет Елизавета Уже звучавшее обещание Джонсона Проводив королеву Вестминстерский дворец Шумно вернулся к обычной работе Депутаты принялись обсуждать Речь Елизаветы Чтобы потом принять или отклонить Новую программу правительства Такого фарса еще не бывало Партия правительства Потерпев стопроцентное поражение В палате общин Пытается навязать нам свою повестку Она не пройдет в парламенте На этот раз лидер парламентской оппозиции Не просто повторяет заученную мантру Потерявшие большинство в парламенте Консерваторы действительно на краю пропасти И речь идет не только о новой программе правительства У Бориса Джонсона остаются считанные дни Для того, чтобы договориться об условиях Брекзита с ЕС А 19 октября этот план должен принять парламент Который, кажется, совсем разучился говорить да Невзирая на все уважение к традициям своей страны И золотой колесницы Елизаветы II Елена Светикова, Тахироманов, Артевяй И последнее на сегодня В Швеции объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике Ими стали Майкл Креймер, Абиджит Банерджи И Эстер Дюфло Их наградили за экспериментальный подход К борьбе с бедностью Как отметили в Шведской Королевской Академии Наук Исследование ученых позволило улучшить Качество образования в Индии Более чем для 5 миллионов детей Также их работа позволила предоставить Субсидии на профилактическую медицинскую помощь Они смогли доказать, что бесплатная раздача лекарств Более эффективна, чем их продажа Даже по символическим ценам Дюфло, родившаяся в 1972-м Стала самым молодым в истории Лауреатом премии по экономике А также второй женщиной Которой присуждена эта награда Ну и я добавлю, что премия по экономике Завершила Нобелевскую неделю Примечательно, что в завещании самого Нобеля Такой номинации не было Ее в 1968 году учредил Банк Швеции Однако эта экономическая премия Тоже считается Нобелевской Это все новости к этой минуте Последние обновления и развития событий На сайте RTVI, а также на страницах RTVI В социальных сетях А на этом я с вами прощаюсь Всего доброго и до встречи Редактор субтитров А.Семкин